Здравствуйте, друзья! Не успели вы соскучиться, а я уже с новым видео. В прошлый раз мы прошли чумной город, одолели ведьму хаоса Квилик и позвонили во второй колокол. После этого нам намекнули в катсцене, что пора бы посетить крепость Сена. Конечно, не всякой катсцене стоит верить, но в данном случае я не вижу причин откладывать посещение этой локации. Но прежде чем выдвигаться к крепости, убедитесь, что у вас есть при себе отмычка. Если вдруг таковой не оказалось, то вам есть смысл посетить домного. После того, как мы одолели Квилик, он выбрался из глубин, облюбовал местечко под входом в акведук и среди его товаров появилась отмычка. Конечно, покупать ее не обязательно, особенно если имеется дефицит душ, но отмычка в предстоящем прохождении прилично сэкономит время и в связи с этим бесполезным приобретением ее точно не назвать. Ладно, в любом случае, чтобы найти вход в крепость, нам придется от храма огня подняться на лифте в уезд нежити и оттуда добраться до костра под старой церковью. Сделав это, проверяем снаряжение. Улучшаем и чиним по мере надобности, убеждаемся в наличии стрел, одеваем правильные кольца и только после этого приступаем к прохождению. Преодолев мост, замечаем, что Сигмайер из Катарины отсутствует на том месте, где мы его видели ранее. Вероятно, дождавшись открытия ворот, рыцарь решил продолжить свое путешествие. Ладно, пухлый добряк сделал свой ход и нам отставать от него, конечно же, не стоит. За воротами крепости обращаем внимание на кнопку ловушки. Обходим ее и видим за колоннами вооруженных полулюдей-полузмей. Твари нас тоже видят и приходят в движение. Очень нехорошее для нас движение с явно недобрыми намерениями. В этой ситуации есть смысл отступить назад за кнопку ловушки и занять позицию немного в стороне. Если все пройдет как задумано, то твари сами активируют ловушку и получат урон от стрел, что она выпускает. Также в зависимости от траектории движения змей, ловушку можно активировать самостоятельно. Впрочем, все это тактики для слабаков. И если вы чувствуете, что можете, то просто атакуйте врагов. Кстати, вот из этой дырки летят стрелы при активации ловушки. Теперь поднявшись по лестнице, забираем за кувшинами душу и отправляемся дальше. Преодолев очередную лестницу, мы оказываемся в большом зале. Тут можно заметить лут, висящий сверху, и сложно не заметить мост, над которым из стороны в сторону раскачиваются огромные топоры-маятники. Бывалого геймера такое, конечно, не смутит, но прежде чем идти вперед, стоит осмотреться. Дело в том, что дальше сверху стоит змей-маг, а на мосту змей-воин. Если двинемся сейчас, то первый, как можно предположить, будет спамить заклинаниями, а второй пойдет на нас в рукопашную. Ни то ни другое нам не нужно, поэтому давайте рассмотрим способ избавления от них с помощью лука. Для начала пускаем стрелу в воина. Это провоцирует тварь, и она идет в атаку. Однако мозгов у змея нет, поэтому пройти через ловушку ему, конечно же, не удастся. Впрочем, с некоторой вероятностью ему может повезти, так что соблюдаем осторожность. В нашем случае враг падает вниз и, к сожалению, остается жив. Это значит, что скоро он придет сюда, но давайте не будем терять время и начнем стрелять в мага. Как можно заметить, тут важен тайминг, так как топоры будут знатно мешать процессу. Также здесь не стоит обращать внимание на заклинания мага и малый урон от наших стрел. Заклинания досюда не долетают, а тварь в конечном итоге убьют нестрелы. Услышав топот слева, отвлекаемся от стрельбы и встречаем воина. Разбиваем ему лицо, после чего возвращаемся к прежнему занятию. Вот, собственно, и то, о чем я говорил. Маг умирает не от стрел, а от падения с большой высоты. Избавившись от врагов, можно приступать к преодолению моста. На первый взгляд, ничего сложного в этом нет, выбирай время да проходи. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. И тут такой деталью является определение дистанции до топора. Не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, не верьте своим глазам. Всегда проверяйте местоположение взглядом со стороны, тем более, что повернуть лишний раз камеру не составляет большого труда. Посмотрев под этим углом, можно заметить, что прямо под топором на мосту есть характерное повреждение. Дальше такие тоже встречаются и могут послужить подсказками. В общем, проявляем внимательность и проходим на другую сторону. Теперь давайте посмотрим, как проходится этот мост без предварительной игры в снайпера. Также идем, избегая топоров и останавливаемся под мостом. Тут нас не достанут заклинания и мы сможем сосредоточиться на сражении с воином. Если у вас в руках тяжелое оружие, способное пошатнуть врага, то проблем здесь не будет. Но если нет, то стоит задуматься об использовании щита, ибо на мосту особо не покувыркаешься. Одолев змея, проходим дальше, сворачиваем влево и поднявшись по лестнице, оказываемся перед очередным мостом. Здесь также имеются топоры, а за ними наш маг. Как видно, добраться до него отсюда будет крайне сложно, поэтому я, пожалуй, вернусь и все-таки, используя лук, скину тварь вниз. С этой же позиции наверняка и маги найдут чем зарядить в змеюку. Избавившись от неудобного противника, возвращаемся к мосту и, применяя на практике советы, полученные ранее, проходим ловушки. Теперь перед нами комната с сундуком, однако смотреть мы в первую очередь должны не на сундук, а на кнопку, что расположилось сразу за входом. Определившись, с какой стороны обойти нажимную плиту, забираем из сундука парочку больших осколков титанита и идем дальше. Узкий проход с лестницей выводит нас на очередной мост. Тут не видно топоров, но зато видно змея справа внизу. Тварь, судя по всему, дремлет и до нас ей никакого дела нет. Нам, по идее, он тоже как бы не нужен, но тут есть один интересный момент. Если спуститься к змею, грубо разбудить его и вынудить атаковать стену, то стена сломается и нам откроется доселе недоступное помещение. Впрочем, это довольно рискованно, поэтому мы так делать не будем. Стену эту мы, конечно, сломаем, но позже и другим способом. Пока что идем прямо по мосту и видим следующую картину. На нашем пути встает змей-воин и внезапно получает сильный удар слева, чем вводит нас в небольшой ступор. Внимательный человек с хорошей реакцией мог разглядеть каменный шар, который на большой скорости прокатился и ударил змея. А все остальные задаются вопросом, что это было и аккуратно идут вперед. Вражеского воина помяло, но он берет себя в руки, встает и идет к нам. Глупец. Избавляемся от змея, замечаем очередной шар, который пролетает за выходом и аккуратно выглядываем наружу. Тут шары уже накатали целый желоб, а если посмотреть вниз, то можно заметить змеев и нашего друга Сигмайра. Сейчас есть несколько вариантов действий. Первый – уйти вправо по ходу движения шара, спуститься там вниз, сразиться со змеями и пообщаться с пухлым рыцарем. Второй вариант – выбрать момент и уйти налево, где спрятаться от шара возле дверного проема, закрытого пеленой. Да, забыл выманить змея сверху. Ладно, возвращаемся назад. Заодно увидим, как вследствие наших телодвижений сливаются те змеи, что ходили снизу. Эх, красота. Нам им, правда, придется немного помочь, но если бы мы не вернулись, то глупые твари и сами бы справились. Итак, забыл я сделать следующее. Прежде чем бежать влево, стоит выцелить змея сверху и пустить в него стрелу. В таком случае тварь решит наказать нас, двинется вперед и, конечно же, будет раздавлена шаром. Дважды. Вот теперь можно идти к проему с пеленой, а после этого подняться к помещению, на входе в которое стоял маг. Здесь у нас оказывается небольшая комната, в которой стоит сундук с кольцом стальной защиты. Это украшение увеличивает физическую защиту на 50 единиц и в нашем случае его есть смысл незамедлительно одеть, вместо кольца с синим камнем. Замечательно, я бы даже сказал отлично. Мы стали на порядок прочнее, причем по сути ничем не жертвуя. Ладно, теперь делаем следующее. Выжидаем удобный момент, выходим из комнаты и слева внизу взглядом находим предмет. После этого аккуратно спрыгиваем к нему и получаем в свое распоряжение оружие шоттл. Хотя полагаю, что тут пропущен мягкий знак и оружие все-таки стоит называть шоттель. Ладно, это не важно. Важно, что данное оружие усиленными атаками способно наносить урон сквозь щиты и игнорировать часть защиты противника. Кстати, такое же оружие использует Лотрик, а значит и он способен удивить владельцев щитов. Это, конечно же, интересно, но давайте вернемся к прохождению. Испрыгнув вниз, пообщаемся с Сигмайром. Как выясняется, рыцарь снова озадачен. Столкнувшись с новым препятствием в виде каменных шаров, он сидит тут и снова обдумывает варианты. Ладно, пусть сидит, а мы, пожалуй, займемся делом. Для этого снова идем к пелене и на этот раз проходим через нее. Сделав так, мы оказываемся в маленькой комнатушке, где кроме статуи рыцарей и коридора ведущего дальше ничего нет. Логично было бы двинуться по коридору, но тут есть небольшая проблема. Проход узкий, а на полу кнопка ловушки, которую никак не обойти. Тут, конечно, можно прыгать, но если оглядеться, то коридорчик довольно узкий, а стрелы полетят сзади. Так что, да, можно просто пробежать и свернуть за угол. Как видите, за углом слева оказывается змей, а значит свернуть получится только в противоположную сторону. Делаем так и вступаем в бой. Одолев нелюдя, находим выход и останавливаемся. Дело в том, что впереди снова катаются шары. И тут есть несколько вариантов действий. Всего я их вижу три. Первый – это выбрать момент и, свернув за выходом вправо, бежать вверх по лестнице. Этот путь приведет нас в комнату с механизмом, запускающим шары. Данный вариант действий подойдет тем, кто хочет побыстрее пройти крепость и не готов тратить время на доскональное исследование локации. В общем, нам такое точно не нужно. Поэтому возвращаемся на исходную. Второй вариант начинается как первый, но добежав почти до конца лестницы, мы сворачиваем влево и в падении атакуем змея-мага. Таким образом, мы оказываемся на платформе, с которой можно пойти в двух направлениях – вперед или, собственно, назад. А также тут имеется душа рыцаря. Мы, конечно, проверим все ходы-выходы, но для начала давайте пойдем под лестницу. Эта дорога выведет нас в комнату, где на теле лежит комплект одежды черного колдуна и волшебство-бесшумность. О пользе данных предметов пусть рассуждают маги, а мы продолжаем двигаться дальше. Для этого поднимаемся по лестнице и, открыв дверь, выходим на мост. Отсюда можно безопасно попасть в комнату с механизмом, но давайте посмотрим, что интересного есть в следующем помещении. Как выясняется, интересного тут мало. Пустая комната и странный лифт, которым отсюда не получится воспользоваться без потери здоровья. В общем, запоминаем это место, идем назад и, получается, альтернативным путем снова оказываемся в комнате, откуда запускаются шары. Что же, давайте еще раз вернемся на исходную и посмотрим на третий вариант действий. На этот раз мы просто побежим вслед за шаром. Преодолев лестницы, сворачиваем в проход слева и останавливаемся. Теперь нам нужно ждать. Ждать, пока камни не заполнят собой отверстие в полу и не пробьют стену, за которой окажется предмет. Тут не стоит спешить, ждем, когда прокатится очередной шар и только после этого забираем весьма ценное кольцо с золотым змеем. Его полезность сложно переоценить, так как оно добавляет 200 единиц к параметру поиск предметов, что в свою очередь сильно упрощает задачи, связанные с фармом. В общем, прячем его до поры до времени в кармашек и идем дальше. Теперь возвращаемся в проход и видим за ним комнату с сундуком. Кроме сундука, здесь имеется куча статуй и знакомый окровавленный лифт. Что же делать, как же быть? Казалось бы, чего тут думать, открывая уже сундук да забирая ценности. Но дело в том, что это фальшивка. На самом деле перед нами хищная тварь, мимик. Небольшим намеком на это может стать странное положение сундука. Но я думаю, что никто не обратил на это внимание и все, кто не был предупрежден заранее, с вероятностью 100% всунули свою голову в пасть монстру. Итак, что же делать с этой тварью? Если хватает урона, то мимика можно просто избить, пока он принимает истинную форму. Но вот если урона маловато, то даже не знаю. Может выманить его в коридор, где катаются шары? В любом случае, тварь желательно убить, ведь с нее выпадает копье, улучшенное по пути молнии. Собственно, тут все. Теперь встаем на лифт, разворачиваемся на 180 градусов и сходим на первой же остановке. Если так не сделать, то лифт продолжит движение и насадит нас на шипы. Ух, жуть. Отогнав картину пронзенного шипами тела, осматриваемся и понимаем, что в этом помещении мы уже были. Теперь знакомой дорогой идем в комнату с механизмом и поворачиваем его в ту сторону, откуда пришли. Если посмотреть в том направлении, то можно заметить, как кто-то получает урон, но не погибает. Что же, отправляем туда контрольный шар, после чего снова поворачиваем механизм и идем вниз смотреть, что там произошло. Как выясняется, именно в этой стороне находился спящий змей и стена, которую можно сломать. Только вот нужно было отправить сюда больше шаров, так как змей выжил и, заметив нас, куда-то свалил. Ну и ладно, не бегать же за ним. Вместо этого давайте проверим, что есть интересного за стеной. А тут у нас мост, рядом с которым висят железные клетки. В одной такой оказывается заперт человек в робе и остроконечной шляпе. Несмотря на чудаковатый вид, он оказывается вполне адекватным. Старика зовут Логан и он просит нас его освободить. О, змеюка вернулась. Избавляемся от нее и, если имеется отмычка, открываем дверь клетки. Теперь снова говорим с Логаном и, выслушав слова благодарности, замечаем в другой клетке какой-то лут. Как выясняется, это светилась душа героя. Собравшись было уходить, также замечаем что-то внизу. А там у нас титанитовый демон, да еще и не один. Давайте-ка к ним наведаемся, на то, чего они там скучают. С такими мыслями покидаем клетку и уходим. Или не уходим, если можем наносить урон на большом расстоянии. В таком случае занимаем клетку посредине моста, после чего начинаем разряжаться в демона. Стрел, конечно, уйдет прилично, но в итоге тварь будет повержена и оставит на месте смерти кусок титанита, за которым все равно придется идти вниз. Со вторым демоном, если что, можно провернуть то же самое. Главное, чтобы стрел хватило. В общем, оставим эти заботы ловкачам, а сами соблюдая осторожность, пойдем наверх. Осторожность стоит соблюдать потому, что механизм запускающей шары может поменять направление. Теперь наша задача вернуться на деревянную платформу слева от лестницы и проверить, куда же вел второй выход, который мы проигнорировали в прошлый раз. Как и задумали, идем по нему, проходим камеру, спрыгиваем вниз через сломанную решетку и по идее вот тут должен стоять змеевоин. Но в нашем случае он почему-то шляется в другой стороне. Ну как бы и ладно, он нам все равно не нужен, потому что здесь есть вещи и поинтереснее. А конкретно на краю обрыва мы можем забрать кольцо с дремлющим драконом. Любители подкрадываться со спины такой находке будут рады, а мы прячем его в дальний уголок инвентаря и осматриваемся. Сзади остались две как бы ямы. На дне одной из них можно наблюдать лут и хвост титанитового демона. Естественно сейчас возникает вопрос, как туда спуститься. Самым очевидным ответом будут выступы вдоль стен, но я не рекомендую спускаться так. Конечно все пройдет гладко, но дальше возникнут проблемы. Проблемы эти устроят три змея-мага, которых мы можем наблюдать отсюда. В связи с этим я предлагаю поступить иначе. Первым делом аккуратно спускаемся на мост ниже. Аккуратно потому, что если упасть чуть дальше, то топор сделает свое грязное дело и мы полетим прощупывать дно. Теперь проходим вперед, встаем над змеями и кувырком сигаем на одного из них. Конечно же не забывая при этом прожать удар. Если все пройдет как задумано, то мы с минимальным уроном окажемся внизу, а одна из тварей будет мертва. Конечно не стоит забывать про оставшихся, поэтому незамедлительно приступаем к их уничтожению. Закончив, осматриваемся и видим еще одного титанитового демона. Думаю лишним будет говорить о том, что это отличная позиция для лучника. Поэтому недолго думая спрыгиваем вниз. Или не спрыгиваем, потому что там на полу какая-то странная черная фигня. Ладно, сразу скажу, что в целом эта жижа безопасна и единственный ее эффект замедление. Учтя это, меняем одно из колец на ржавое железное и смело спускаемся. Хорошо, мы спустились и теперь у нас есть варианты. Первый забить на все и бежать к вон той лестнице, за которой находится выход. Второй вариант – победить демонов. Для этого, как я говорил, можно использовать лук, но можно и в рукопашную, применяя тактику, описанную в видео про катакомбы. За каждого демона мы получим титанит и с некоторым шансом оружие шест ловушку. Одолев первого демона, находим второго, что охраняет лут. И тут собственно становится очевидным третий вариант действий. Забить на демона, обижать его, собрать предметы, после чего просто удрать. Но если все же решите бить негодяя, то есть смысл перед этим его выманить на открытое место, потому что в узком коридоре у него явно будет преимущество. Ладно, второй демон повержен и мы можем спокойно забрать ценности. Как выясняется, здесь лежит душа воина и коса. С какого перепугу бердыш стал косой, думаю, никто не знает. Несмотря на название, само оружие по сути является облегченной версией алебарды, что делает бердыш чуть более универсальным оружием. Ну ладно, хватит об этой палке, давайте посмотрим, что тут еще припрятано. Для этого возвращаемся на то место, куда мы спрыгнули, и слева находим проход. За ним окажется еще один большой зал с двумя демонами, которых мы видели сверху. Кроме демонов там ничего нет, и по-хорошему сейчас их нужно оставить в покое. Тем более, что выманить врагов по одному тут не получится, а значит биться придется против двух одновременно. Если кто-то подумал, что раз с предыдущими справились, то и этих побьем, спешу вас огорчить. Данные обращики на два порядка сильнее тех, что мы одолели, и бой с ними обычно заканчивается как-то так. Но если вам срочно нужен демонический титанит, или вы просто решили, что надо, то после смерти, пробегая от костра, не доходя до моста с ловушками, просто падайте в яму. Это отнимает много здоровья, но зато экономит кучу времени. В общем, удачи в бою, а мы, пожалуй, потопаем дальше. Чтобы выбраться отсюда, идем к ранее показанному выходу и за ним находим лестницу. Если подняться по ней и ударить стену впереди, то мы снимем иллюзию, а также получим доступ ко второй лестнице. Проверяем, куда она ведет и оказываемся на крыше, где стоит великан. Недолго думая, атакуем здоровяка. Не, ну а че он? Избегаем размашистого удара и враг впадает в буйство. В такой ситуации, естественно, стоит разорвать дистанцию и переждать. Через несколько секунд гигант выдыхается, падает без сил и становится абсолютно беззащитным. Воспользовавшись этим, добиваем врага, после чего забираем обломок титанита и идем назад. Спустившись по лестнице, поднимаем рядом душу рыцаря, после чего спрыгиваем вниз к первому мосту. Дальше наш путь лежит по одному из ранее показанных путей в комнату с механизмом, запускающим шары. Теперь нам нужно найти коридор, в котором имеется кнопка ловушки и по левой стене несколько гнезд, готовых в случае активации выпустить стрелы. Решение в этой ситуации очевидное. Жмем аккуратно на кнопку, ждем пока действие ловушки закончится и безопасно проходим вперед. За парой коротких коридоров мы оказываемся перед очередным мостом с маятниками. Тут никаких подсказок нет, поэтому вспоминаем мои советы, смотрим на себя сбоку и понимаем, что топоры тут расположены близко друг к другу, а значит проходить придется через все сразу. Выбираем время, пробегаем и за мостом оказываемся на развилке. Справа в коридоре стоит змей-воин, слева лестница, на которой стоит змей-маг и еще куда-то можно пойти мимо лестницы. Собственно, давайте проверим, что там. А там за поворотом оказывается еще один змей, который охраняет два больших осколка титанита. Избив врага и присвоив добро, идем назад. Теперь быстро поднимаемся по лестнице, бьем мага и готовимся встречать воина. Одолев врагов, продолжаем подниматься и снова оказываемся перед мостом. Он уже тех, что нам встречались ранее, а еще слева от него стоит змей-маг. Эта тварь точно не даст нам пройти по мосту, поэтому остается только одно – расчехлять лук и, не жалея стрел, атаковать врага. Застрелив змея или скинув его в пропасть, продолжаем движение. На этот раз топоры расположены парами, но между первой и второй промежуток небольшой, поэтому стоит проявить осторожность. Преодолев мост, замечаем на полу две кнопки, белую пелену справа и проход влево. Последний ведет к позиции мага, а значит нам неинтересен. С учетом этого, прижимаясь к стене, идем в другую сторону и проходим через завесу. Таким образом, мы оказываемся на крыше. Вдохнув свежего воздуха, замечаем впереди великана, что без устали куда-то опускает шары. Теперь становится ясно, как они попадают внутрь крепости. Если пройти отсюда немного вперед и посмотреть вправо вверх, то мы сможем наблюдать второго великана, который готовится сделать что-то нехорошее. Мда. Как выясняется, этот негодяй без устали закидывает крыши сжигательными бомбами. В результате это постоянно держит игрока в напряжении и способствует совершению ошибок. Естественно, учитывая сказанное уничтожение данной угрозы, я считаю приоритетным. Но перед тем, как мы поднимемся и устраним помеху, нужно сделать следующее. Выждав момент, поднимаемся по лестницам до площадки с телом. Без промедления забираем тут лут и в месте, где сломано ограждение, падаем вниз. Такой маневр приводит нас к костру. Отдохнув у него, можно немного расслабиться. Теперь в случае смерти не придется проходить всю крепость заново. Выйдя от костра по единственному пути, мы возвращаемся к месту, где была магическая завеса. Теперь, действуя по ранее намеченному плану, начинаем прорываться наверх к великану. Игнорируем по пути все, что не представляет прямой угрозы. За первыми мостами сворачиваем вправо. Потом поднимаемся по лестнице за помещением с клетками и снова без остановки двигаемся по узкому мосту. После чего убиваем балдорского рыцаря-стрелка. Помещение дальше сворачиваем вправо и снова поднимаемся по лестнице, которая приводит нас к великану. Оценив ситуацию, понимаем, что добраться сюда это была простая часть задачи. Дело в том, что гигант стоит на очень небольшой площадке и наше появление не стало для него сюрпризом. Если сейчас бездумно выскочить и вступить в бой, то есть вероятность, что враг впадет в буйство и просто нас затопчет, так как прятаться будет некуда. Также учитываем, что удары великана наносят урон через стену, а значит считать ее надежным укрытием будет большой ошибкой. Учитывая все сказанное, выбираем тактику «бей и беги». Следуя ей, ждем пока великан успокоится, после чего выбегаем, наносим пару ударов и возвращаемся на лестницу. Таким образом, даже если тварь впадет в буйство, мы будем уже на полпути к безопасному месту, а если не впадет, то все равно через несколько забегов будет повержена. Избавившись от великана, можно выдохнуть и спокойно исследовать крышу крепости. Метатель бомб, если что, не появится снова, если мы случайно умрем или отдохнем у костра. Теперь идем вниз и за лестницей видим вход на арену с боссом. Туда нам пока не нужно, поэтому давайте заглянем в комнату, что расположено в башне за мостом справа. Здесь на данный момент пусто. Возвращаемся назад, идем по мостам и вот в этом месте можно сократить путь, спрыгнув вниз. Но мы этого делать не будем, идем дальше, любуемся видом, после чего пройдя через помещение с клетками, замечаем рыцаря впереди. По-хорошему его не стоит беспокоить, на то есть две причины. Во-первых, он может больно ударить, во-вторых, ничего интересного он не охраняет. Учитывая это, сворачиваем влево и доходим до перекрестка. Мост за ним будет сломан, а мост справа просто обрывается. Это место неплохая позиция для стрельбы по великану, который занят своими шарами. Как-то странно прозвучало, но ладно. Также отсюда можно спрыгнуть вниз и атаковать здоровяка в ближнем бою. Но в таком случае придется довольно долго возвращаться, так как единственный выход оттуда это спускаться через отверстие. В общем, нам такое не надо, поэтому обращаем внимание на сломанный мост, разбегаемся по его левой части, после чего прыгаем. Если все сделано правильно, то мы с легкостью преодолеваем обрыв и получаем доступ в башню, расположенную дальше. Как выясняется, в ней обитает еще один вялый воин. Однако, в отличие от своего собрата по духу из храма огня, этот оказывает услуги торговца, и среди его товаров есть весьма интересные вещи. В ассортименте воина имеются расходники, титанит, оружие и боеприпасы. Но отдельное внимание стоит уделить броне и украшениям. Всего торговец продает три комплекта доспехов, каждый из которых относится к классу средних. Самым дорогим и самым интересным сетом здесь будет комплект доспехов катаринского рыцаря. Во-первых, он выглядит забавно, и во-вторых, он выглядит забавно. Но если серьезно, то после улучшения защищает он тоже неплохо, хотя и немного тяжеловат. Ладно, бог с ней с броней, смотрим кольца. Всего их тут два. Одно увеличивает защиту от молнии, второе от магии. Постоянно такие, конечно, носить смысла нет, но в некоторых случаях они могут очень даже хорошо послужить. В общем, кольца по-любому забираем. Правда, сейчас душ хватает только на одно, но ничего. Вернемся, когда разбогатеем. Закончив общаться с торговцем, осматриваемся и замечаем лестницу вниз. Спустившись по ней, мы попадаем к мосту, на котором стоит змей-маг и что-то лежит. Змеи, естественно, бьем, а что-то присваиваем. Этим чем-то оказывается ключ от клетки. Тут все, возвращаемся наверх и снова прыгаем через разрушенную часть моста. Теперь сворачиваем влево, разбегаемся и еще раз прыгаем. В результате мы оказываемся на стене. Отсюда можно пойти бить великана, но мы тут не для этого. Если сейчас развернуться и упасть еще ниже, то появится возможность присвоить с тела рядом меткий арбалет. Сюда также есть другой путь, но при нашем варианте прохождения он немного неудобен. Забрав оружие, нам нужно найти спуск, за которым стоит рыцарь. Недолго думая, атакуем его в падении и, игнорируя лестницу справа, проходим дальше. Здесь сворачиваем за угол, бьем еще одного рыцаря и из сундука вынимаем кольцо, повышающее защиту от огня. Если подумать, то у нас есть доступ к кольцам с защитой от всех типов урона. Главное теперь не забывать про них и вовремя использовать. Ну ладно, это уж как получится, а пока что возвращаемся назад, поднимаемся по лестнице и попадаем к выходу на крышу. Сейчас по надобности посещаем костер, после чего поднимаемся до развилки, на которой лежит тело с двумя большими осколками титанита. Присвоив ресурсы, сворачиваем вправо и идем вдоль стены. В какой-то момент на нашем пути встает крепкий рыцарь с булавой и башенным щитом. Такого врага мы уже встречали и кое-что про них помним. Но если вдруг забыли, то все сводится к двум вещам. Они медленные и им нельзя нанести критический урон. Как говорится, не больно-то и хотелось, просто бьем врага в лицо дубиной и он умирает. Теперь идем по единственному пути до башни и поднимаемся по лестнице. Вроде бы ничего не предвещало, как вдруг за поворотом нас встречает еще один агрессивно настроенный рыцарь. Вначале он атакует на расстояние, а после сближения пускает в ход рапиру. В общем-то выбор у нас невелик, поэтому рыцаря бьем, а рапиру конфискуем. Негоже всяким полом использовать такое красивое оружие. Закончив с рыцарем, продолжаем подниматься, пока не оказываемся в помещении с двумя сундуками. Как выясняется, в одном из них лежит небесное благословение, а во втором редкое жертвенное кольцо. Ну что, по сути, все. Остался только босс. Теперь, если вы не уверены в себе, то стоит заглянуть к костру и восстановить человечность. После этого отправляемся к боссу и по пути останавливаемся перед клетками. После того, как мы заполучили ключ, одну из них можно открыть и использовать в качестве лифта, который доставит нас к мосту в начале локации. Если вы не спасли Логана, то сейчас есть смысл дойти до него и с помощью этого же ключа освободить мага. Также есть смысл сбегать к костру под старой церковью, если вы его возжигали и вам нужен дополнительный эстус. В нашем же случае все отлично, поэтому мы заходим обратно в лифт, возвращаемся наверх и идем ко входу на арену. Теперь, если мы в человеческой форме, то в башне за мостом будет знак призыва нашего нового знакомого. Призываем его или игнорируем, после чего заходим на арену. За пеленой нас встречает железный голем. Размером он чуть крупнее великанов и как следует из названия имеет железное тело. Что касается тактики, то начнем с лучников. Как видите, голем имеет дистанционные атаки и как видите, они не смертельны даже для персонажей в легкой броне, поэтому особо опасаться их не стоит. Хотя, если все делать правильно, то ни одна такая атака до вас не достанет. Дождавшись приближения босса, пробегаем между его ног и бежим в дальнюю часть арены. Тут находим закуток в стороне и встаем в него. Отсюда можно безопасно атаковать голема. Теперь снова дожидаемся босса и снова игнорируя его, бежим в другую сторону. Здесь есть аналогичное укрытие, которое также позволит безнаказанно атаковать врага. Ладно, тут все понятно. Теперь что делать милишникам? Для начала забываем про использование выделения и дожидаемся босса на середине арены. Это важно, так как вероятность смерти от падения здесь ничуть не ниже, чем от ударов голема. Теперь дожидаемся анимации удара, ныряем врагу под ноги и начинаем атаковать одну из них. Лучше всего подойдет правая, так как босс во время атаки чаще оставляет ее сзади. Следим за тем, чтобы здоровяк не вытолкал нас с арены и повторяем маневр до тех пор, пока босс не пошатнется и не встанет на колено. После этого он будет какое-то время бездействовать, что позволит безнаказанно его добить. Ну или не позволит, если у вас мало урона. Но в любом случае тактика от этого не меняется. За победу над железным големом мы получаем его душу в качестве предмета, человечность и 40 тысяч душ. Также на арене появляется светящийся круг света. Если сейчас его пощупать, то нас отправят в другую локацию и какое-то время мы вернуться не сможем. Поэтому прежде чем так поступить, дважды подумайте. В особенности это касается магов и нас. Дело в том, что если сейчас потратить время и вернуться в Храм Огня, то у Логана можно будет выучить мощные заклинания. Впрочем, маг отказывается тратить время на бездарности вроде нас, поэтому смотрим табличку. Ладно, маг нас прокатил, но собственно не за заклинаниями мы сюда шли, а шли мы за тяжелой броней, которую после убийства железного голема можно приобрести удобно. Всего на покупку понадобится 22 тысячи душ, так что награда за босса тут придется как нельзя, кстати. Ну вот, теперь наш персонаж приобрел изначально задуманную форму. Дубина, вагон выносливости и тяжелая броня. Хотя без кольца Хавала мы пока что эффективно использовать ее не можем, но ладно. Эта временная неприятность как-нибудь переживем. В храме вроде больше ничего не поменялось, так что можно возвращаться в крепость и по пути давайте потратим оставшиеся души на покупку второго кольца у дряблого воина. Иди ко мне, моя прелесть. Вот, теперь со спокойной душой можно отправляться в следующую локацию. Стоп, 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 стоп. Какая еще локация? Она будет в другой раз. А сейчас всем нужно поставить под этим видео лайк, написать комментарий и после этого с моими наилучшими пожеланиями идти по своим делам.